ПОДПИШИСЬ! 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 КОНЕЦЕСЬ! ПОДПИШИСЬ! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ощищай, засо 360 или эмболгой! ПОДПИШИСЬ! КОНЕЦ Рядом со мной стоит Солох Ачатурян, который открыл сегодняшний бойцовский вечер. Поздравляю тебя с победой. Спасибо большое. Солох, первый вопрос у нас такой будет ко всем ребятам. Расскажи, где ты учишься и за какую команду выступаешь? Я учусь в Московском государственном строительном университете на четвертом курсе. Представляю клуб Доберман, клуб Федерации Кудо России. Там тренируюсь с 2009 года. Отличный клуб, хорошо подготавливает. Выступаю я за команду Центра единоборств «Русич». Учусь пока что в колледже. Так что на следующий год собираюсь поступать в университет. Наверное, это будет имени Плеханова университет или финансовая. Я пока что не решил. Учусь в Московском университете Министерства внутренних дел имени Кикотя на следственном факультете. А тренируюсь я. В основном моя подготовка идет в клубе смешных единоборств «Русич». Представляю ВУЗ МГИМО. Тренируюсь в клубе «Белый лотос». Немного тяжело разговаривать, еще не отошел после боя. Чеченский государственный нефтяной университет на управление малым бизнесом факультет менеджмента. Я учусь в Российском государственном университете физической культуры и спорта. А тренируюсь я у себя в родном городе. И еще в зале GM Gym и в клубе род одновременно в трех клубах. Училась в финансовом университете при правительстве Российской Федерации. Выступаю за команду колесников «ТИМ» и клуб единоборств «Тяг». Я закончил институт стран Востока на Кузнецком мосту, недалеко здесь. А сейчас учусь в магистратуре в Руговке на кафедре педагогики. А клуб представляю, клуб «Рот» и клуб «Альфа» единоборства города Одинцова. Московский государственный медико-стоматологический университет. За Академию «Стрела» выступаем. Я учусь на кафедре юриспруденции. У меня хорошие оценки, нету троек. И у меня все хорошо. Нежная пауза, которую создал рэпер Скруджи своими треками. Очень мало времени на то, чтобы нам записать какие-то комментарии по ходу ведения турнира. Потому что один бой сменяет другой, третий сменяет четвертый. И мы пытаемся у всех взять ребят интервью. Поэтому извините, если у нас мало комментариев в этот раз. Но просто не успеваем. Мы последний раз с тобой виделись до сегодняшнего дня на турнире ACB, когда ты дрался. После этого ты попал в ACB. Ты можешь рассказать чуть про подробности? Может быть, ребят тоже, которые смотрят, и они тоже хотят пахать и попасть сюда. Расскажи, как произошло то, что ты влился в команду у «Беркута». Ребят, ну, начнем с того, что я в том году в апреле выиграл титул. Вот он мой ремень родной. Вот, выиграл его. И потом, после этого я выиграл Кубок России по боевому самбо. Еще что-то выиграл. И Гиви, президент студенческой лиги. Ну, он как бы, как скажем так, таких, которые выдающиеся бойцы в нашей лиге были. Предложил там пятерым-шестерым ребятам поехать в «Беркут» на сборы и провести там сбор три недели, месяц. Я согласился сразу же. Мы втроем. Я и еще два парня полетели в Грозный. Я начал там тренироваться. Честно говоря, знаете, когда подряд много чего выигрываешь, такая эйфория начинается, звездная болезнь, голова подлетает до потолка, и ты ходишь такой. Я приехал, меня в «Беркуте» молниеносно обрубили, заваляли, забили там. Вообще меня, если честно, убивали там. По-другому не скажешь. Вот. И я там с ребятами очень сильно подружился, потому что, ну, как-то, я не знаю, всегда ко всем по-доброму стараюсь относиться, помогать. Даже там незнакомые люди там в интернете пишут. Всегда стараюсь помочь тоже. Честно говоря, много вопросов, как я попал в СБ, ВКонтакте мне пишут. Вот. Всем стараюсь ответить. Ну, вот, выиграл пояс, выиграл Кубок России. Заметили, можно сказать, повезло. Дело в случае, не знаю, как это объяснить. Ну, вот, попал в СБ, подрался. К сожалению, проиграл. Но вот сейчас, если на то будет воля Всевышнего, мне дадут еще один шанс. Только я бы хотел уже в младшей лиге, потому что мне всего 21 год. Еще я, мне зеленоват, скажем так, с взрослыми дядьками драться. Юстин, я не могу тебя не спросить, сексистский вопрос. Я сам не сексист, но у нас еще много зрителей. Мужики, они любят ММА. Ты очень симпатичная девушка, это не секрет ни для кого. Расскажи, не страшно ли тебе испортить свою внешность, получая удары по лицу? Если об этом думать, то лучше вообще не выходить в клетку. Нет, никогда не было страшно, и я никогда об этом не задумывалась. Расскажи, у вас на взвешивании уже была перепалка, вы бодались. Расскажи, почему это случилось и почему агрессия не ушла, когда вы начали драться? Знаете, это агрессивный вид спорта, мужской. Мы здесь не танцы, а танцуем. И вся агрессия, которая здесь происходит, она настоящая. И это элементы психологии всего этого. Как-то так это все получилось. Но это ни в коем мере. Не говорит о том, что это было только для того, чтобы кто-то посмотрел и сказал, ой, ребят, это какие-то диазы. Нет, ребят, все, как было, так и есть. Вы, наверное, удивились, что я без какой-либо перебивки переместился в вагон поезда и помешиваю душерак. Но все просто. Сразу же после турнира, буквально через 3 минуты, мы прыгнули в такси и поехали на вокзал, где мы успели заскочить в последний вагон, потому что у нас поезд отходил прям стык-стык к концу турнира. Вот. Ну и здесь придется нам подвести итоги турнира. Турнир очень понравился, потому что ребята все студенты молодые и у них пока что, конечно, нету техники какой-то филигранной, нету крутой ударки, крутой борьбы, но у них у всех, ну, у большинства, ладно, у всех, наверное, не стоит говорить, у большинства ребят есть огромное желание выступать и драться. И очень многие показали настоящий характер бойцов. И именно на этот характер потом будет нанизываться и техника ударная, и техника борцовская. Главное, это характер в ММА. Все мы это знаем. И функционалка тоже туда будет насажена. Ну а что мы уже вот через буквально каких-то полчаса приедем в Санкт-Петербург. На следующей неделе нас ждут еще два больших турнира, а дальше еще и еще. Так что приглашайте нас на турниры. Будем приезжать. И спасибо, что смотрели этот выпуск. Ждите новых и подписывайтесь на канал. Удачи. Мы ждем яркие нокауты. Не, блядь. Давай еще разочек. Спасибо.